Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Девять человек погибли, четверо получили травмы. На дороге Одесской области на полной скорости лоб в лоб столкнулись наполненная пассажирами маршрутка и бензовоз. Переполненная маршрутка ехала по направлению к Одессе, навстречу автоцистерна. Страшное ДТП произошло в субботу днем во Видеопольском районе, между селами Новая Долина и Прелиманское. Надійшло повідомлення про ДТП між двома транспортними засобами, а саме автомобіля «Мерседес-спринтер» і «Систерни». Наслідок ДТП загинуло 9 осіб, 3 особи постраждали, яким наразі надано медичну допомогу і які транспортуються в лікувальні заходи. Пожирно-рятувальні підрозділи залучались, як по вилученню постраждалих та загиблих тіл з транспортного засобу, а також по змиттю пролитих пально-мастильних матеріалів з проїжджої частини. Оба водителя живы, а не госпіталізованы с травмами. На месте работали спасатели, медики, поліцейские. На месте аварії движение транспорта в обі сторони було затруднено. Следователи устанавливають, по какой причине произошло ДТП і хто із водителів нарушив правила. При возникновении чрезвычайних ситуаций очень важно, чтобы как можно раньше пострадавшим была оказана домедицинская помощь. Ведь часто это может спасти человеческие жизни. В санатории «Белая акация» сегодня оказывали помощь травмированному парашютисту, спасали детей после теракта в школе, пытались вернуть к жизни самоубийцу. К счастью, все эти ситуации были лишь легендами соревнований, в которых принимали участие парамедики, люди, чья задача – оказывать домедицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. За соревнованиями наблюдали наши корреспонденты. Есть дом! Есть дом! Тонет ребенок. Его вытаскивают на берег и оказывают домедицинскую помощь. Для более правдоподобной картины на месте происшествия присутствует и женщина, изображающая мать ребенка. Подобные ситуации, к сожалению, нередки в реальной жизни. Поэтому столь важно отрабатывать навыки и действия по спасению людей в ходе таких соревнований, говорят их участники. Сегодня проходят третьи ежегодные соревнования по оказанию домедицинской помощи «Парамедик-2019». В этих соревнованиях впервые принимает участие команда от Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 города Одессы. Конечно же, все знают, что для оказания неотложной медицинской помощи необходима в первую очередь квалификация специалистов и средства, которыми можно это сделать. Но когда даже врач оказывается не в стенах медицинского учреждения, он должен уметь оказать домедицинскую помощь без различных приспособлений. И сегодня наши врачи и наши медсестры принимают участие в этих соревнованиях, проверяют свои силы, знания, умения. И мы очень надеемся, что будем претендовать на какое-то место. Но самое главное, говорит Елена Колоденко, даже не награды, а тот бесценный опыт, который получают участники. В Одессу для участия в соревнованиях «Парамедик-2019» прибыли команды из разных городов Украины. В составе команд как профессиональные врачи, так и те, кто прошел курсы первой домедицинской помощи. Территория санатория «Белая акация» разбиты на несколько локаций. В каждой из них отрабатывается какая-либо ситуация, с которой должны справиться участники. Причем парамедики должны использовать лишь подручное средство или то, что имеется на месте происшествия. Например, возле неудачно приземлившегося парашютиста были лишь обрывки ткани. В соревнованиях участвуют 14 команд из Львова, Киева, Днепра, Одессы, Черкас и других городов Украины. В каждой команде от двух до четырех человек. Восемь различных сценариях, в рамках которых что-то где-то взрывается, что-то где-то дымится, где-то происходят выстрелы, где-то происходят какие-то катаклизмы, перевернутые машины, тонут дети. В общем, те ситуации, которые каждый день происходят в больших городах и в маленьких в том числе. Те ситуации, в рамках которых людям нужно отработать определенное время до прибытия бригады скорой помощи. Потому что это знание ценой в жизнь. Те секунды до прибытия скорой. В реальности при возникновении нештатных ситуаций кто-то начинает паниковать. С некоторыми случаются истерики. А есть и те, кто откровенно мешает оказывать помощь. Поэтому для большей реальности они были и здесь. Ну, вы посмотрите. Ну, вроде с пузом ходят. Не знаю, мне надо было себя поправить. Я 102 звонил. Это правильно или нет? Да. 102, это правильно, да? Если вы полицию закупали. Я должна знать, что с ним. Я не знаю. Я не знаю. Понимаете, что ли? Почему только что вы кроме? Что ли? Скажите, скажите, пожалуйста, я хочу сам. Да, как видите, ну, то, что он на полу, стекла. Я же много стекла. Тут клюк из-под алкоголя. Судьи наблюдают за соревнованиями и фиксируют их ход. Второй год главным судьей является специалист из Израиля. Для меня это действительно большая честь посмотреть, как работают люди на домедицинском этапе, как это у вас развивается, как это у вас работает. И просто приятно посмотреть мотивацию людей, которые хотят действительно спасти и помочь людям. Я приехал вчера. Мы работаем уже за кулисами приблизительно два месяца, чтобы подготовить все эти соревнования. Это довольно непросто. Еще одна страшная ситуация, в которой отрабатывают действия участники состязаний. Ребенок принес в школу пистолет и открыл стрельбу. Участники команды Центра медико-санитарной первичной помощи номер 3 говорят, такие соревнования очень нужны, как медработникам, так и спасателям, полицейским, всем тем, кто сталкивается с чрезвычайными ситуациями и хочет научиться помогать пострадавшим. Мы сегодня оказывали легочную сердечную реанимацию пострадавшему ребенку, оказывали помощь при дорожно-транспортном происшествии. Для нас это безумно интересно. Мы в таком мероприятии участвуем впервые. Спасибо большое за то, что нас пригласили, взяли. Созданные организаторами условия и ситуации, максимально приближенные к реальным, дают возможность участникам проверить свои навыки, психологическую готовность быстро принимать решения, чтобы помочь пострадавшим. Хотя, говорят члены команд, лучше бы таких ситуаций в реальной жизни было поменьше. Армения отмечает День независимости. Для многонациональной Одессы это тоже праздник. Его отмечали в городском саду, где звучала национальная музыка. Юные артисты пели и танцевали, демонстрируя гостям все разнообразие культуры этой страны. Для Армении это один из самых значимых дней в году, отметил генеральный консул Республики Армения в Одессе Геворг Петросян. Сегодня 21 сентября. В Армении отмечается один из самых красивейших праздников для всех стран. Это День независимости. И сегодня, ну 28 лет тому назад, для истории это, конечно, мизер, молодой стране, древней стране мы провозгласили независимость. И наши дети, наше будущее сегодня отмечают этот праздник. И всех поздравляю моих соотечественников и друзей с нашим Днем независимости. Да здравствует Армения! Такие детские праздники в городском саду уже давно стали хорошей традицией. Но к сегодняшнему дню участники готовились особенно тщательно. В программе песни, танцы и веселые конкурсы. Сера Нуш – руководитель вокального коллектива, который сегодня открывает концерт. И к этому выступлению она вместе с воспитанниками готовилась с особым вдохновением. Мы сегодня отмечаем Тень независимости Армении. Кстати, Армении столько же лет, сколько и мне. Да, 28. И мы пришли поддержать нашу общину, наших детей. И показать одесситам, что армяне здесь есть. И чтобы вместе с нами поделили этот праздник. А у Соны сегодня сольное выступление. Она будет петь песню на армянском языке. Я буду сегодня петь песню «Каковик». Песня о перепелке. Вот перепелка вот летела, летела, и она приземлилась на гнездо. Веселые розыгрыши, танцы и сладкое угощение. Все для маленьких участников праздника, которые веселились от души. Песня о истеге, летела, и она приземлилась. Песня о истеге. И она приземлилась. Субтитры создавал DimaTorzok Организация таких праздников для благотворительного фонда ЦИАЦАН стала уже доброй традицией. Сегодня мы совместно с армянской общиной решили вот так вот массово отпраздновать День независимости Армении. Страной, с которой мы очень дружим. Страна, которая приняла христианство, дала всему остальному миру, в которой появилось очень много церквей. Национальная армянская музыка с ее чудесными мелодиями и зажигательными ритмами поднимала настроение всем. А детский смех стал лучшим подарком для взрослых. Ведь если дети радуются и смеются, значит все в порядке. В Международный день мира и в православный праздник Рождества Богородицы коллектив Центра реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития на улице Ивана и Юрия Лип получил подарок – икону Богородицы, которую написала и подарила Центру Алла Шляхова. Первоначально этот Центр реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития посещали 50 человек. Сейчас здесь получают помощь свыше 700 воспитанников, рассказывает Марина Игонина. Это амбулаторное отделение, в котором получают курсовые реабилитационные услуги от 3 до 6 месяцев, дети из группы риска до 4 лет и дети с инвалидностью до 7 лет. А также у нас есть уже и группы дневного пребывания, тяжелые детки, которые не могут посещать обычные детские сады или школы. Здесь есть группы для дошкольников, есть и школа, говорит директор Центра. Мы тоже называемся школой, и у нас проходят уроки. Главное, что дать ребенку то, что он может освоить. Необучаемых детей вообще нет. Есть дефицит, наверное, квалифицированных специалистов, которые могут обучить этого ребенка. Особый подход, особая специфика в процессе образования. И после окончания школы этих детей не оставляют без помощи. Есть уже мастерские, куда более 50 детей мы на трудовую реабилитацию направляем. Ну и также социальное сопровождение на рабочем месте. 28 ребят с инвалидностью у нас трудоустроены и работают с социальным сопровождением. 10 лет на территории Центра строили храм, который был необходим детям и их родителям, считает Марина Игонина. Мы приняли решение такое, построить здесь храм, потому что ребенок в инвалидной коляске, в общественном транспорте, транспортирован куда-то в церковь с мамой. Чаще всего это неполная семья. Удается очень тяжело. И мы сделали так, что мы причащаем деток здесь у нас и молимся в их духовном оздоровлении. В день Рождества Богородицы и в день мира Центру реабилитации преподнесли особый подарок – икону, которая получила название «Молитва за мир». Для того, чтобы мир был в доме, мир был над нашими головами, мир был в сердце, в душе и помогал нашим детям исцеляться. Матушка Серафима тоже мы очень ей благодарны за помощь, название иконы, икона «Молитва за мир». Именно этим деткам, этой категории деток очень нужна помощь молитвенная и защита, исцеление по молитвам. Очень рады, что именно сюда пришла эта икона. Место, где каждый камень излучает молитву. Так часто говорят о Святой горе Афон, средоточии православного монашества. Тайном и истории этого удивительного места была посвящена лекция Натальи Бивзюк в Греческом фонде культуры. Гора Афон – главный центр православного монашества. Вот уже тысячу лет привлекает к себе внимание верующих со всего мира. Это удивительное место, где на сегодняшний день 20 действующих мужских монастырей – по-настоящему вселенское наследие, рассказывает Наталья Бивзюк. Лекция посвящена Афону, Афонскому монастырю, даже циклу монастырей. И лекция посвящена, самое главное – это монашество. Потому что об Афоне очень много знают и говорят, а вот монашество – это вот тайна для очень многих людей остается. Кто такой монах, почему он посвящает свою жизнь монашеству и какова цель его жизни. Одна из ярких особенностей Афона – духовный подвиг. Монахи не только проводят жизнь в молитвах, а также хранят древние тексты. Если бы в один день исчезли все книги по православию, они смогли бы восстановить их по памяти. Тайна монашества – одна из ключевых тем исследования Натальи Бивзюк. Путь человека к Богу. У каждого он свой, и каждый выбирает свой путь. И я думаю, что вот эта тайна все-таки монашества для меня, она всегда была тайной, и она останется тайной. Потому что если она не будет тайной, то она уже не будет называться тайной. Путь монаха – сложенный тернист. В твоем деле тебя ожидают множество препятствий. Ты будешь скорбеть, но ты не отступай. Молись, и Бог разрушит все препятствия, и ты достигнешь успеха. Говорится в Писании. Путь монаха – это не только отшельничество, а духовность. Нести людям свет можно и в миру, считает исследователь. Для меня это, конечно же, путь человека к Богу, как он к этому приходит. Потому что я думаю, что можно быть монахом и в миру, не только уходить на фон, а можно быть там мирским человеком. Такое тоже бывает. В современном мире люди часто путают обрядовость с духовностью, говорит Наталья Бивзюк. В то время как вера – это не обязательно храм, это внутреннее состояние единства с Богом, слияние со всем сущим. Основная задача монашества – нести людям именно эту чистую духовность, считает доцент кафедры философии. Почему сегодня происходит такой всплеск не религиозности, а верований? Потому что религия и вера – это разные вещи. Вера не каждый может быть верующим человеком, но почти все религиозные. Религиозность выражается чаще всего в каких-то обрядах, а вера выражается в чувствах. Профессия журналиста была и остается одной из самых опасных во все времена. Только за период независимости Украины в нашей стране при исполнении профессиональных обязанностей погибли больше 70 человек. В День памяти журналистов в Одессе говорили о настоящем профессионализме, вспоминали погибших коллег. В этот день здесь как никогда многолюдно. Приходят близкие, друзья, коллеги погибших, молодые авторы и ветераны журналистики. Вспоминают всех поименно, отмечает Юрий Работин. Я специально с ней поставил стенд, который мы делали в 1997 году, когда убили Бориса Федоровича Деревянко. Было 32 человека, сейчас 72. В Одессе я считаю, что Борис Федорович Деревянко есть, потом Дмитрий Лабуткин, который был журналист, военный журналист телерадиокомпания «Бриз». Я думаю, у нас же еще Володя Бехтер есть, Юрий Иванович Мазур, который расследовались, дела не расследовались, это дело закрыто. Самое печальное, что многие убийства журналистов и покушения на убийства остаются нераскрытыми, подчеркнул Юрий Работин. Увы, на сегодняшний момент, я бы так сказал конкретно, что ни одно уголовное дело по покушениям на жизнь наших коллег журналистов, оно закрыто, не было. Это печально, но это факт. Присутствующие рассказали о тех, кого знали лично, вспоминали тех, чья смерть потрясла всю страну, кто погиб на войне и в мирное время в борьбе за честную и правдивую информацию. Украина, Украина, Ритмаренко, И как болит за тебя в нас, всех сердечно. Берегти потребно нам свою родину, Заместить треба нам покинщину. Наверное, каждый человек вспоминает свои студенческие годы с радостью. Молодость, ощущение свободы, энергии, новые впечатления, интересные знакомства. Студенческая жизнь полна ярких событий. Выезды на природу, посиделки у костра, песни под гитару. Одним из таких событий в жизни Одесского колледжа компьютерных технологий «Сервер» является ежегодный туристический слет. Студенты в восторге. Для тех, кто приезжает сюда в первый раз, это масса новых эмоций и впечатлений. Тут слет, это вообще, это просто столько моря эмоций. Это вот за неделю готовиться ко всему, особенно в последний день. И там и эмблему, и песни, и речевки. И это участие в соревнованиях веселое, оно все сплочает коллектив, особенно если не хватает человек в взаимодействии с другими курсами. У нас он первый, мы вообще немножко в недоумении, что это будет и как это будет, но мы уже под впечатлением, потому что мы все две недели готовились, мы хорошо подготовились, я очень довольна, что все так вышло, и я думаю, что мы хорошо отдохнем. Ребята проходили полосу препятствий, соревновались в эстафете, принимали участие в различных конкурсах, организовывали пикники и посиделки у костра. Я на самом деле приехала впервые, я второй курс. В прошлом году у меня не получилось по обстоятельствам, и я сюда приехала, и мне сразу понравилось, потому что я не ожидала, что тут будет столько людей, и что тут прям расписана такая программа. То есть для меня это новинка. И здесь у нас будут различные конкурсы, такие как полоса препятствий, эстафета, также веселый рюкзак, то есть мы будем шутить. Мне это нравится мероприятие тем, что мы можем собраться, поговорить, поиграть. Ну вообще это классно, когда колледж может организовать такие мероприятия. Весь год, но прежде всего объединить и сдружить коллектив, помочь адаптироваться первокурсникам. Вот основные задачи турслёта. Вы знаете, это так сплачивает ребят, они начинают узнавать друг друга не в формальной обстановке. Они начинают понимать, кто есть кто. Складываются совсем другие взаимоотношения, чем когда они пришли на пару и ушли. Но дело даже не в это. Рождается какой-то дух, дух единства, дух студенчества. И это уникально. Мероприятие направлено еще и на то, чтобы объединить и сдружить ребят колледжа, и особенно интегрировать в колледж первый курс. Ребята новенькие, ребята еще не знают ни традиций колледжа, ни в общем-то каких-то особенностей. А на таких мероприятиях, как турслёт, конечно, знакомство и сдруживание происходят гораздо быстрее и интереснее, что ли, для ребят. Именно в неформальной обстановке первокурсники могут лучше узнать друг друга, найти единомышленников, отмечает психолог колледжа компьютерных технологий «Сервер». Здесь можно расслабленно подойти, подойти, попросить о помощи что-либо. Здесь общие пикники, что мне очень нравится. Здесь эстафеты, здесь сплочение благодаря спорту, творческой задумке. Вот тут разные творческие конкурсы будут. Поэтому, конечно, в такой бессознательной форме человек друг к другу притягивается. И не так сложно находить друг другом общий язык. Ну а возможность испытать себя как туриста может пригодиться во многих жизненных ситуациях. У нас работает турсекция, которая нам помогает строить интересные трассы, на которых ребята испытывают себя как, возможно, будущие туристы. Поэтому это мероприятие, оно неповторимо. И, вы знаете, я думаю, что далеко не каждый колледж проводит такие мероприятия. У студентов очень много новых интересных идей, которые они выносят на обсуждение. И многие из которых реализуют вместе с педагогами, говорит директор колледжа. У нас в колледже реально работает студсовет, где ребята собираются, выносят кучу своих предложений. Даже был в этом году педсовет, к нам выступили представители и свои предложения на педсовете предлагали. Ребята все время активно участвуют, и столько идей у молодежи, их надо только подхватить, им надо только помочь. И все время что-то новое. Одна из таких идей – создание диспут-клуба. Наши ребята предложили в этом году организовать интересный клуб. То у нас был что, когда, а теперь организовали диспут-клуб, где они обсуждают наиболее больные темы и актуальные вопросы. Оказалось, что это им очень нужно и очень важно. Тот, кто умеет хорошо отдыхать, умеет хорошо работать. Наверняка эту фразу можно отнести к этим ребятам. Ведь учебный год только начался, а впереди у них несколько месяцев упорной работы, чтобы достичь в выбранных ими профессиях настоящих высот. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.